Баруха та Адонай, Лугейну и Малай Галам, Ашер Бахрабану, Миколь Гаймим, Менатан Лану от Торато. Баруха та Адонай, Нотен Га Тора. Блесвен ты Господь наш Владыка Вселенная, избравши нас из среди народов и даровавши нас Тору. Блесвен ты Господь, дарующий Тору. Аминь. Приветствую вас, дорогая община. Приветствую, так у нас, по-моему, сегодня не вижу, по-моему, нет у нас сегодня интернета. Хотелось поприветствовать и слушающих, и наших Ребе и Ребицу, они там вдали в поездке. Я знаю, что они имеют обыкновение, где бы они ни находились, смотреть наше служение, быть вместе с нами, притом в любое время суток. Не получилось, да? Но зато у нас получится, что мы по своему обыкновению рассмотрим очередной отрывок Торы. И это, я верю, это очень хорошее и полезное обыкновение. Аминь. И сегодня, друзья, у нас, ну вообще, я даже хочу сказать вот именно о Торе, понимаете, вот именно почему мы ввели это служение. Вот. Ну, во-первых, Ешо, он сказал, что я пришел не нарушить, а исполнить ее. Исполнить, там написано, наполнить именно тем содержанием, ну, то есть, потом в переводе, тем содержанием, которое должно быть. Вот. И то, что мы делаем здесь, рассматривая Тору, это мы наполняем содержанием каждое то слово, которое мы используем в своей христианской жизни, в своей жизни верующего человека, да? Например, жизнь, да? Мы знаем, что в понимании верующего человека жизнь, она имеет совершенно не то содержание, чем слово жизнь для, ну, жизнь и смерть, имеется в виду, чем для неверующего человека. Или слово грех, или слово искупление, или слово жертва, да? Или слово, ну, например, чистота. Да, вот в сегодняшней главе, в сегодняшнем отрывке, который называется Хукат, это глава 19-21, там вот 19-я глава, она начинается с законов чистоты о том, как с помощью пепла рыжей телицы очищается, значит, человек от ритуальной нечистоты. Вот. Тоже, как бы, такое слово, знаете, я знаю верующих людей, которые, когда им говорят, что сказали, ну, это реально, ну, слава Богу, не из нашей общины, но когда им сказали, что они из-за греха нечисты, и они подумали, что им надо пойти и провести процедуру внутреннего очищения, ну, сами знаете, есть такие процедуры, вот, значит, у нас другое понимание чистоты, вот, и мы должны рассуждать над темой чистоты, значит, тем более у нас сегодня причастие, а это именно напрямую связано с темой чистоты, вот, тем более, ну, вообще, сама тема пепла рыжей телицы, она очень интересная, вот, даже хотя бы тем, что он, пепел в сочетании с водой, он очищает человек, а человек, который прикасается к пеплу, он, наоборот, становится нечистым и так далее. Можно много рассуждать, и много рассуждали мудрецы, вот, к окончательному варианту не пришли, но тема очень интересная, согласимся. Но сегодня мы будем рассматривать, немножко я остановлюсь на другом аспекте, на другом слове, который, я думаю, тоже нам полезно и интересно. Начнем мы с главы 20, главы 20, сегодня, напоминаю, мы рассматриваем книгу Абимидар или числа, глава 19, 20, 21. «И пришли сыны Израилевы и все общество в пустыну Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там». Вот, значит, это после событий, помните, предыдущая глава, это Корах, да, значит, и после этих событий, вот, начинается она такими словами. Вот, ну, интересно уже то, что именно после вот этой отрывка Корах, значит, здесь прошло 38 лет. 38 лет прошло, но об этих 38 годах нет ни одного слова в Торе. Как будто бы не было, народ был, он ходил с Богом, значит, рождались люди, женились, умирали, творились какие-то дела и так далее. Но ни одного слова. В 7 главе этой же книги Абимидар описано, как 12 колен, 12 дней приносили свои пожертвования для, по-моему, очищения жертвенника. Вот, значит, и для освящения жертвенника, да. И при этом каждый день, Господь описывал каждый день в одинаковых словах, ну, там только менялись названия колен. Вот, и Богу было интересно описать, согласимся, да, это интересно. То есть каждый день одно и то же, там столько-то там серебра, золота и так далее. А здесь 38 лет и ни одного слова. Ну, для нас, я так думаю, для нас это важный момент, потому что мы должны помнить о некоторых вещах. И основное, одно из основных слов Торы – это помнить. О том, чтобы мы помнили, что происходило, да, для того, чтобы в нашей жизни это оказывало очищающее и, значит, направляющее влияние в нашу жизнь. И мы должны помнить о том, что ропот и противление Богу, они не приводят к цели, да. Они, наоборот, проводят мимо цели. Вот. Это первое. И теперь читаем дальше. «И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Ароны, и взроптал народ Моисея и сказал, «О, если бы мы умерли тогда, и мы, когда умерли, братья наши перед Господом, зачем ты привел общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привезти нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоков, ни винограда, ни гренатовых яблок, ни даже воды для питья? И пошли Моисея и Ароны от народа ко входу собрания, и пали на лицо свое, и явилась им слава Господне. Сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жест и собери общество, ты и Арон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и как ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество, и скот его». И взял Моисей жест от лица Господа, как он и повелел ему, и собрал Моисея и Арон народ к скале, и сказал он им, «Послушайте, непокорные, разве нам из всей этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисея руку свою, ударил скалу желзом своим дважды, и потекло много воды, и пил общество и скот его. И сказал Господь Моисея и Арон, «За то, что вы не поверили мне, чтобы вид святость мою пред очами сынов израилевых, не ведете вы народа сего в землю, которую я даю ему». В этом отрывке говорится о том, что Моисей, который Бог называл своим другом, согрешил перед Богом, и за это понес наказание. И вы понимаете, конечно, его грех, он несоизмерим с грехом народа, который, если говорить словами военного, я просто бывший военный, который, как солдаты некоторые, они покидают поле боя, предают свою родину, то его грех можно сравнить с тем, что, мужчины меня поймут, когда командир дает команду вольно, то в этот момент люди должны ослабить одну ногу. Он немножко ослабил другую, можно сказать, ногу. То есть в сравнении я имею в виду, его грех был в сравнении с грехом народа не таким большим, как нам кажется. Но наказание он понес одинаковое, он, как и весь народ, он не вошел в землю обетованную. И знаете, у меня началась складываться тема, немножко какая-то, вроде бы и не совсем по теме, но мне все равно хочется о ней сказать, потому что это легло мне на сердце. Это тема помазания. Моисей был большим другом Божьим, он имел большое помазание. Притом помазание я имею в виду, то помазание, которое мы называем помазанием Духом Святым или помазанием, дарованием даров Духа Святого. Оказывается, в Торе тоже об этом пишется, не только в 1 главе, в 12 главе 1 Коринфянам, но и в Торе говорится о том, что... Я потом проанализировал предыдущие наши отрывки, и я увидел, что об этом тоже говорится. И это имеет значение, это имеет влияние на народ Божий, на его судьбу. Вот читаем мы числа 11, тоже из этой же книги числа, 16, 17 и 25. Напомню немножко пару слов, что происходило в книге чисел. Мне нравится, когда мы вспоминаем, когда это происходило. Книга чисел 1-9 глав описывает последние 3 недели нахождения Божьего народа возле горы Синай. То есть там годичная стоянка, и вот начинается с того, что 1-9 глав говорят о том, что народ находится возле горы Синай, и там происходят определенные вещи. Потом 10 глава поднимается и движется в сторону земли обетованной. И приходит там стоянка Осеров, а потом Кадес, в котором и в Осерове, и в Кадесе происходят все события, о которых я буду говорить. И при том они происходят где-то в течение полутора-двух месяцев. То есть очень быстро и очень стремительно, учитывая силу происходящего, такой накал страстей происходящего и то, что происходило с Божьим народом. Итак, стоянка в Осерове. После очередного ропота, ну вы помните, когда народ Божий поддался влиянию пришельцев и начал роптать и вспоминать там чеснок, значит, там лук репчатый, да, там и так далее. И в конце концов, он говорит, нам надоело, ну что-то сделайте. И Моисею вместе с Роном пошли к Господу и молились, и Господь сказал. И сказал Господь Моисею, да, ну Моисей сказал, мне очень тяжело носить этот народ, я просто не могу вот эти все прихоти вынести. И сказал Господь Моисей, собери мне 70 мужей из старейшин Израиля, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скини собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду, то есть Господь, да, и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, то есть от Божьего Духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобой бремя народа, а не один ты носил. И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от Духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшинам. И когда почил на них Дух, они стали порочествовать, но потом перестали. То есть мы видим наделение, да, значит, 70 человек дарами Духа Святого, которые помогали народу, помогали Моисею, естественно, народу, выполнять ту миссию, которая на них возложена. Я верю, что, значит, это были лучшие люди, потому что их выбрал сам Моисей, это были люди изведанные, вот, и они были наделены соответствующими дарами. То есть дарами были наделены, в том числе, вот эти, там, следующее событие, значит, это событие с 12 посланниками. Там написано, что это люди, в 13.3 это люди старейшины, да, то есть это главные, или там написано главные. Они 100% они были среди этих 70, да, то есть они были с дарами, там и так далее. Значит, перед этим, перед 13, 12 глава, значит, это в 11 главе происходит. В 12 главе Аарон с Марьям приходят к Моисею и говорят, ну, Моисей, ты не ту жену выбрал, и вообще, тебе ли только говорит Господь, ну, типа, еще пару стульчиков надо поставить рядом с тобой, чтобы и справа мы здесь сидели, и вместе с тобой, значит, принимали там почести, там и так далее. Потом события 100% они были помазаны, потом события с 12, как мы говорим, да, потом Корох, я думаю, Корох, будучи двоюродным братом и там, находясь в главах семестр, значит, он тоже как бы присутствовал там, да. То есть вообще странное дело какое-то, понимаете, вот вроде бы хорошее дело такое, помазание, да, вот, но оно не помогло лидерам этого народа совершить, самим совершить грех и ввести народ в грех. И в результате этого греха, ну, грех имеется в виду неповиновение Бога, противление Ему, да, ропот и так далее. И что получилось в результате? В результате получился промах. То есть именно грех, он всегда приводит к промаху. И в этом случае мы особенно явно видим, что, как бы, народ, ведомый лидерами, значит, он промахнулся. У них были дары, они были помазаны, у них все было хорошо. Вот, значит, и я, как бы, начал рассуждать, связывать именно вот помазание и послушание, понимаете, то есть рассуждать над этим вопросом. Ну, я говорю, это немножко неожиданно, вот, но тем не менее, это, как бы, тема, как бы, бритхадаша, больше нового завета. Но то, что я увидел, я, как бы, говорю вам. Мы все хотим помазания, понимаете, это правильно. Павел говорит о том, что ревнуйте о дарах еще больше. То есть ревнуйте о помазании, да? Вот, значит, и реально мы ревнуем, я сам ревную о помазании. Ну, как-то, да, значит, потом вопрос о помазании для чего. Понимаете, допустим, некоторые считают, что помазание, оно дает статус и позицию. Ну, представляете, это же хорошо, да, когда ты заходишь в общину, да, и к тебе подходят, ну, ты хороший брат, и тебе подходят и говорят, брат, брат, мы знаем у тебя помазание, молитвенника, там, на тебе исцеляющая сила, помолись за меня, брат. И ты так молишься, и Господь отвечает, и все так подчтительно смотрят, там, и так далее. Классно, да? Ну, значит, Библия, она говорит не об этом. Значит, многие полагают, и это правильно, что помазание позволяет эффективно служить телу Мессии, и это правильно, и об этом говорит слово, конкретно об этом сказано в 12 главе 1 Коринфянам. Вот, но то, что я увидел, готовясь именно к этой теме, я увидел несколько другое, понимаете. Давайте мы еще раз вернемся к числам 11 глава. Я сойду, то есть это то, что я вам прочитал, помните, да, то есть именно помазание вот этих семидесяти. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа. Вау, оказывается, помазание, оно не для статуса, понимаете, оказывается, помазание, оно не для того, чтобы нас как-то возвеличить, поднять, да, значит, и предъявить здесь вот народу, какой ты, ну, какое ты помазание. Я не хочу говорить слово помазанный, потому что слово помазанный, друзья, это Мессия, понимаете. Вот, ну, значит, это, какое у тебя помазание, да? Вот, оказывается, помазание, оно для того, чтобы нести бремя народа. Вот, это же совершенно другое дело, понимаете. Вот. И это не до конца поняли, это не до конца поняли Аарон, это не до конца поняли Мирьям, вот, и они-то, имея помазание, имея такие дары, вот, значит, их, ну, современным языком у нас есть такое, когда вот порвало, да, их, ну, их просто порвало, они говорят, ну, в конце концов, и мы же тоже достойны, да, а потом и Корах там чуть попозже, да, здесь с братьей пришел, и их вот тоже порвало, ну, говорит, мы же тоже, где он здесь, он говорит, и собрались вот на Корах против Моисея Аарона и сказали им, полно вам, все общество святое, среди них Господь, почему же вы ставите себя выше народа Господня? Ну, типа, и нас можно поднять так немножко, чтобы мы, так сказать, видно было, кто мы, что мы помазанные, что мы здесь вот рядом с тобой, имеем право, как бы, ну, дело то же, что и вы. И, знаете, я вот, и рассматривая помазание как бремя, я вот вдруг вспомнил, вот, пасторов, служителей, многие, особенно пасторов, я их знаю, я больше 10 лет в вере, у нас пастора в основном, значит, молодые, да, вот, вот, и я их знаю там с 25, с 30 лет, и я вдруг вспомнил, что они почти все к 30 годам, они все седые, понимаете, то есть, ну, имеется уже седина, уже явно, явно обозначено, вот, знаете, и это бремя, значит, помазание быть раввином, помазание быть пастором, это бремя, понимаете, ну, я не говорю, что это бремя, оно тяжко, ну, типа, там, рэбов стоят и думают, как бы мне пойти в эту общину, вау, не хочу, такое бремя, не, и чувак говорит, что оно бремя, оно же не тяжело, оно, говорит, вообще, я говорю, оно легко, вот, но согласитесь, что, тем не менее, это такое, знаете, нерадостная прогулка, терпеть эгоизм наш, терпеть иногда глупость нашу, понимаете, когда рэбов говорит одно, говорит, тебе характер надо менять, человек говорит, да нет, просто ты не очень помазанный, наверное, тебе надо лучше молиться за меня, понимаете, или когда человек приходит, говорит, у меня проблемы там, брат приходит, говорит, у меня проблемы там с деньгами, он говорит, а может тебе работать надо, ну, как, я же сын царя, что там это, помолиться надо хорошенько, и все мне будет хорошо, вот, я об этом говорю, понимаете, то есть, реально, это бремя, для Сергея, руководителя нашей группы прославления, для него бремя видеть, когда мы ходим там во время прославления, когда мы не понимаем вот этого, понимаете, я вижу это, я сопереживаю, вот, и я понимаю, что для него это бремя носить наше непонимание прославления, опаздывать на прославление, понимаете, когда, это же, ну, друзья, это то, чем мы будем заниматься там в свое время, вот, понимаете, вот, и когда мы опаздываем, не ценим это, вот, ну, так вот, легко относимся, это бремя для служителей поэтому давайте мы этот момент мы тоже отметим себе то что помазание она не для статуса вот помазание это она для служения и это действительно такое знаете ну время значит для 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 служителей вот иногда вот мне например казалось что помазание она приведет но есть такое такая гарантия знаете все ты помазан и да вот у тебя господь тебя отметил да дал тебе дары и такие он тебе использует мощно тогда вот в служении вот и теперь у тебя все будет классно все теперь мы видим случаи с мы с моим чем выше помазание тем больше ответственность нами и случае с этими же двенадцатью соглядатами он показать за датами он показывает что это не панацея от греха то есть имея особые дары будучи людьми духовными то есть например если там завтра как бы я начну там пророчества в этом либо у меня будет слово знания слова мудрости я так буду знать это говорить брат сестра там и так далее это не значит что у меня особый статус это значит что у меня особая что ответственность правильно за то чтобы служить в теле мессии и что я должен что-то делать чтобы моим руководителям общины помогать нести бремя этого народа но одно дело когда рыба что-то скажет да классно будет если еще и пророк да так говорит господь и вау и все в трепете понимаете все понимают так и говорит господь это господь говорит аминь вот вот значит и а что же является тогда если не помазание да вот то что же тогда является как бы панацеей для нас что является ну таким самым необходимым качеством вот послушание да друзья послушание вот что действительно является для нас она является очень очень важно помазание классно еще раз говорю я не против я я за я я умолюсь чтобы господь да мне тоже помазание знаете вот значит но все-таки важно послушание послушание лучше жертвы и повиновение лучше только овнов первое царство помните связи с чем мы часто на эту тему проповедуется 1 петра 1 2 избранным то есть нам по предвидению бога отца при освящении от духа к послушанию и окроплению крови и шоха машиха оказывается мы избраны вообще-то не чтобы просто быть я дочь сын царя я помазанник на я помазанный там и так далее оказывается мы призваны к послушанию этому царю оказывается у нас есть вот это вот цель нашего избрания мы что-то должны сделать 2 глава к эфесянам гриста мы должны сделать некие добрые дела которым мы призваны которым мы должны посвятить свою жизнь и это мы должны сделать послушание аминь и так нужно ли нам иметь помазание аминь нужно ревновать нужно нужно писание говорит об этом да но послушание важнее аминь бог обещает презреть не на помазанного но на послушного богу и случай с проступка моисея еще раз говорю он он говорит нам о том что чем выше помазание тем больше бог спросит человека который имеет как бы этот уровень помазания значит и ривеном 519 значит и так как от непослушания одного человека сделали с многими грешными так и послушанием одного сделали с праведными многие вот чему приводит послушание мы знаем что и шо как сын он был очень послушен своему сон все время говорил об этом что своим ученикам что что один говорит отец то я делаю ничего я другого не делаю и он был послушен и написано послушен до смерти крестной и благодаря его послушанию мы здесь друзья благодаря послушанию мы здесь вот почему я об этом говорю ну так легло на сердце не буду говорить господь не сказал я верю что это важно понимать я верю что бог готовит свою общину к принятию помазания аминь больше будет больше я вижу нас будут пророки я верю что у нас будут люди толкующие иные языки я верю что у нас будет слово знание слово мудрости и дар веры и и дары исцеления и так далее все дары у нас будут аминь вы согласны но мы должны помнить для чего это дается друзья и если вдруг господь какой-то момент открывает перед общиной что у тебя каоса есть классные хорошие дары духа святого да то давайте мы то есть я и вы то есть которые получат это по мне мы не придем как мирям и ароны к рыбы и не скажем рыбы вообще-то ты что-то не то делаешь может быть как бы мы все помазаны и да вот или как корах там не потребуем там себе чего-то вот это это с одной стороны вот ну и также хочу как бы чтобы это мое послание оно было ободрением для тех кто считает себя не таким духовным может быть знаете не таким помазанным по сравнению там с другими людьми там кому-то бог говорит а мне вот не говорит друзья библия говорит о том что во первых что первое коринфянам каждому дается проявление духа на пользу вот каждому я здесь выделяю слово каждому что у вас уже есть дары просто какое-то время они проявятся в свое время если вы будете ходить перед господом господь все это проявит вот у вас есть эти дары так говорит слово и мы должны как бы доверять этому слову вот и ну а пока может быть пока но и так не проявляется явно господу доставит огромное удовольствие что если мы будем проявлять послушание в каждом своем дне да вот если мы будем постоянными и в молитве и в добрых делах вот и в служении друг другу и в служении в в общем в том что господь говорит нам да то первое это господу будет очень приятно во вторых это будет строить нашу общину в правильном правильной позиции перед богом вот но в третьем бог обещает заметить потому что он сказал что он презрит на тарнаску ну на того кто входит перед ним в послушание будьте благословенны спусту и то и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok